МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 сентября 1946 года газета «Правда» опубликовала стенограмму доклада товарища Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Но, по сути, эта публикация была уже могильным камнем. Публичные казни были проведены еще в августе, когда доклад был впервые прочитан перед партой Активом Ленинграда и Союзом писателей. Ахматова и Зощенко уже преданы партийной анафеме, исключены из Союза писателей. Их книги изъяты из всех библиотек и магазинов страны. Эта осень была для них страшной. Это была не просто опала. Их сторонились как прокаженных, а иначе и быть не могло. Ведь с высокой трибуны Ахматова назвали человеком с ничтожными переживаниями и религиозной мистической эротикой, а Зощенко – балаганным дурачком, пошляком и подонком. Но главное было сказано, что оба они далеки от народа, их писанина не нужна советским людям. Таково мнение ЦК. Эти события 1946 года стали во многом знаком новой опасности, началом нового наступления на писателей, композиторов, режиссеров. Уже не за горами был разгон Ленинградской филологической школы, а далее печально известное Ленинградское дело. Судьба Ахматова и Зощенко сегодня известна и хорошо изучена. Но есть вопросы, которые остаются вопросами. Почему всего через год после победы в такой страшной войне в стране начался погром литературы? Почему под ударом оказался город-герой, выживший, выстоявший в блокаде Ленинград? И почему доблестное писательское братье снова дружно проголосовало за? И не спешите с ответом про ужасные времена. Ведь даже эта стенограмма доклада в правде заканчивается показательной ремаркой. Бурные аплодисменты, все встают. Власть и писатели в историческом расследовании Виктора Черногоза. Она начинает сюда вписывать новые стихи, разные. Какие-то переписывает заново, вспоминает, какие-то правит. На обложке ее рукой выведена нечет. Этот сборник Ахматова подготовила в 1946-м, но он так никогда и не увидел свет. Данный экземпляр единственный в стране. Долгие годы он служил ей рабочей тетрадью. За прищудливой вязью слов механика поэтического процесса, который дал сбой в августе 1946-го. Дорогую ценой и нежданной, поняла я, что помнишь и ждешь, а, быть может, и место найдешь, ты могилу моей безымянной. Август 46-го. То есть явно после постановления. Кому она обращается на «ты»? Конечно, Николай Степанович Кумилев. Она поняла дорогой ценой и нежданной. Вот его смерть откликнулась вот этим постановлением. Но начинался первый послевоенный год для Ахматовой совсем иначе. Ее, наконец, стали печатать. К выходу готовятся сразу два сборника. Уже есть даже гранки будущих книг. В апреле она выходит на сцену колонного зала Дома Союзов. Это главная площадка страны. Зал стоя приветствует Ахматову. Из трех десятков публичных выступлений Ахматовой, 12 приходятся на первую половину 46-го. Настоящий триумф, который, возможно, и стал одной из причин репрессий. Зал встал и аплодировал. И говорят, что это все устные, так сказать, реплики, что сидевший Волжи Сталин спросил или узнал потом об этом, кто организовал вставание. Ему казалось, что это не может быть, естественно, он даже предположить такого не мог, но здесь зацепилось. Возможно, это просто миф, которых много вокруг судьбы Ахматовой. Но вот исторический факт. В том же апреле 46-го политбюро рассматривает вопрос о работе управления пропагандой ЦК. На заседании Сталин называет худшим литературным журналом «Московский новый мир». На втором месте «Ленинградская звезда». Это название уже прозвучало, но, похоже, имена будущих жертв еще не определены. В конце концов, дело, видимо, было не в конкретных фамилиях. Это была такая образцово-показательная казнь. А сама по себе она была частью того идеологического процесса, который начался после войны, когда Сталин увидел, что миллионы людей побывали в мире, увидели мир. Вообще победители вернулись другими людьми. Они жаждали какой-то более свободной духовной жизни. И Сталину это очень не понравилось. Сталин Ахматов еще в 44-м году во время эвакуации в Ташкенте не раз повторяет в частных разговорах. Нас ждут необыкновенные дни. Вот увидите, будем писать то, что считаем необходимым. Теперь все будет иначе. Такие разговоры идут повсюду. От пивных до офицерских общежитий. Параллельно в полюбюро не прекращается борьба двоих группировок. Выходцев из Ленинграда, Жданова и Кузнецова. И москвичей Маленкова-Берии. В 46-м Сталин выбрал вторую сторону. Жданов должен был отдать своих. Он отдал только одного секретаря горкома, Капустина. Остальных он всех пока прикрывал до 49-го года. Ну, он в 48-м прикрывал. И тогда повернул стрелки на ленинградских писателей. Ленинград действительно выделялся на фоне страны. В городе, пережившем блокаду, многие отучились бояться. Характерная деталь. Еще в 44-м руководство города Ленина добилось возвращения Невскому проспекту и Дворцовой площади. Исторических названий. Почти идеологическая диверсия. Плюс к этому после войны в стране начался массовый голод. Зерна катастрофически не хватало. В 46-м продовольственного пайка лишилось фактически все сельское население. Больше 100 миллионов человек. К 1947-му официальный диагноз «дистрофия» получили полтора миллиона человек. Голод плюс иллюзия свободы. По-настоящему гремучее сочетание. Напомнить гражданам о руководящей, направляющей роли партии, помогли чеканные формулировки. Постановление Оргбюро ЦК от 14 августа 46-го года. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Вторым в списке антисоветских литераторов значился Михаил Зощенко. Если Анна Ахматова была популярна прежде всего среди интеллигенции, в случае с Зощенко били, что называется, по площадям. В середине 20-х он один из самых популярных в СССР писателей. Его рассказы читают десятки миллионов, но в 1946-м фактически всей стране напомнили – незаменимых у нас нет. Из-за этого шкафчика я таскала спички, за это мне страшно попадало. И спала на этом диванчике. Видите, есть своя прелесть в том, чтобы быть чьей-то правнучкой. Правнучка – классика советской сатиры, конечно, не застала Михаила Михайловича, но помнит многое из семейных преданий. Как после августа 1946-го он штопал, вырезал на продажу стельки для обуви и годами перебивался редкими переводами. Но хуже нищеты, конечно, было унижение. Мясорубка советской действительности оказалась для Зоченко страшнее окопов. Первой мировой. Тот же Чуковский и Утесов, которые первые присылали ему фотографии, когда знакомились, тогда было так принято обмениваться фотографиями, как мы сейчас с вами на Фейсбуке, с подписями. Они первые же написали письма «Миша, у нас семьи, верни фотографию». «Вот тебе твоя, сожги мою или верни». Откровенная на грани площадной брани грубость в официальных документах по делу журналов «Звезда» и «Ленинград», конечно, была хорошо продумана. Известно, что Сталин одобрил и текст постановления Оргбюро ЦК, и содержание знаменитой речи Андрея Жданова. Ее потом специально напечатали в «Правде». Поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуарами и молельней, не то монахиня, не то блудница, вошедшей в историю характеристики, быстро вылечили писательскую общественность от мысли о возможной творческой свободе. Фактически весь сентябрь 1946 года Анна Ахматова провела здесь, в своей комнате, в знаменитом доме на Фонтанке. На улицу почти не выходила. Ей не здоровилось, да и видеть, как вчерашние знакомые при случайной встрече стыдливо отводят взгляд, было слишком тяжело. Но несколько раз в день Ахматова вынужденно появлялась на публике. Она должна была подходить вот к этому окну, для того, чтобы сотрудники в штатском, которые дежурили внизу на скамейке, могли убедиться, а шельмованная поэтесса жива и не скрылась из Советского Союза. В те самые страшные дни от Ахматовой не отвернулись всего несколько человек. Фаина Раневская, Надежда Мандельштам, Ольга Бергольц, но, конечно, абсолютное большинство инженеров человеческих душ единогласно осудило бывших коллег. Вырвалась такая завистливая, страшная бездарь, которая не могла жить без доносов, как Григорий Мирошниченко, который умудрился еще в 70-е годы продолжать писать доносы. В 1946-м Григорий Мирошниченко, один из руководителей Ленинградского отделения Союза писателей, 16 августа, через два дня, после публикации постановления ЦК, он среди тех, кто выступает с пламенной речью, осуждающей Зощенко и Ахматову. Государственные интересы и интересы народа и его партии литераторы оставили в забвении и на первый план выдвинули интересы личные, приятельские, мелкие, групповые, а следовательно и непартийные. Это и привело к тому, что на страницах наших журналов появились рассказы ничтожных пошляков, которые задумали обижать народ, отравлять народ мелкобуржуазной клеветой и невыносимой пошлостью. Автор знаменитой юнармии, один из самых страшных представителей той эпохи. Гораздо позже историки установят, на основании его доносов посадили не меньше 40 человек. Впрочем, он был отнюдь не одинок. В советское время проблема совести и раскаяния у определенной, достаточно широкой категории писателей не пользовалась как-то интересом. Рядом могли сидеть люди, которые сидели и тут же те, которые их сажали. И это было как-то более-менее нормально. За делом Зощенко и Ахматовой последовали разгром Пушкинского дома и Ленинградского университета. По сути, была уничтожена ведущая филологическая школа страны. Проб, Жермунский, Эхенбаум и Томашевский, десятки ученых стали жертвами компании по борьбе с космополитизмом. Механика этих показательных процессов была во многом отработана именно осенью 1946-го. И потом десятилетиями определяла официальную культурную повестку дня. Знаменитое дело Иосифа Бродского развивалось, например, во многом по схожему сценарию. Эта чугунная, так сказать, плита, которая их тогда придавила, она, в общем, никуда не делась. И в сознании это все существовало. Поэтому, конечно, конечно, это не ушло. Это не ушло фактически все советское время. Из наиболее отличившихся в травле Ахматовой дольше всех на руководящих должностях в Союзе писателей продержался как раз Григорий Мирошниченко. Но в 1964-м он был исключен из партии. Пламенному большевику вменили в вину стяжательство, сдачу части писательской дачи в аренду, моральное разложение и, главное, десятки доносов, написанных в эпоху большого террора. Это случилось еще при жизни Анны Ахматовой. Виктор Чиногу, Статьяна Бородина, Наталья Шорникова, Дмитрий Пащенко и Витя Шлав Голубь. Пятый канал, Петербург.